Добрый день, дорогие зрители! Это программа «Альма Матер» и сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, старший научный сотрудник НИЛ-нейрофизиологии Казанского Федерального университета, а также Медицинской академии наук Франции Хазипов Рустамин Риманович. Рустамин Риманович, добрый день! Добрый день! Сегодня хотелось бы с вами обсудить такую увлекательную и бурно развивающуюся сферу, как нейрофизиология. Вообще, давайте начнем. Что для вас такое нейрофизиология? Ну, нейрофизиология — это наука, которая объединяет в себе, на самом деле, несколько дисциплин, но цель нейробиологии является исследование мозга и попытка понять, каким образом наш мозг обеспечивает такую функцию, как сознание, наше поведение, наши эмоции. Параллельно с этим нейробиология исследует вопросы заболеваний нервной системы и пытается, поняв то, каким образом мозг работает в нормальных условиях, почему он становится ненормально функционирующим при патологиях, и попытаться найти способы для того, чтобы вылечить эти заболевания. Вот это как бы основные цели нейробиологии. То есть можно подразделить нейробиологию на фундаментальную часть про нормальную физиологию и на патологическую. На прикладные, да. Да, и прикладную. Хорошо. Не могли бы вы рассказать о том, как прошел ваш путь и как он продолжается до сих пор от начала вашей студенческой жизни до сегодняшнего дня, чтобы зрители лучше понимали вас? Я родом из Казани, закончил 131-ю школу, поступил в медицинский институт. Вот. И по окончании аспирантуры на кафедре физиологии, это было в далеком 91-м году, я уехал на стажировку во Францию, где там благополучно и остался, скажем так. 33 года уже получается. Я работаю во Франции. Вот. Но в 2011 году мне поступило предложение создать в Казанском университете лабораторию нейрофизиологии по принципу зеркальной лаборатории, той, которая у меня есть во Франции. Вот. И я стал победителем второй волны мегагрантов. Это довольно серьезное финансирование со стороны государства, правительства Российской Федерации для того, чтобы создавать вот такого рода лаборатории крупного калибра. Вот. И вот уже на протяжении 13 лет наша лаборатория успешно работает в Казанском университете. Она ассоциирована с кафедрой физиологии человека и животных. И вот как бы удается построить работу таким образом, что мы как бы параллельно ведем исследования во Франции и в Казани по смежным таким вопросам. А вот можете сказать, вы как выпускник медицинского университета, почему вы решили пойти в науку, а не остаться в медицине и не стать врачом непосредственно? Если честно, у меня было очень сильное искушение, и это такой очень серьезный выбор, потому что, когда человек заканчивает медицинский институт, то, естественно, его желание — это продолжать работу врачом. Для этого он заканчивал медицинский институт. И надо забывать, что обучение в мединституте, если особенно относиться к этому ответственно, это довольно сложный процесс. Вот. Были такие мысли. Но надо сказать, что во время учебы я уже стал заниматься наукой на кафедре физиологии под руководством Рашида Асхатовича Гениатулина, на кафедре которой руководил Андрей Львович Зефиров физиологией нервной системы. Мы изучали нейромышечную передачу на препаратах лягушки. Это такая синаптическая физиология, которая возбудила очень сильный интерес к науке. И если этот интерес к науке возбудился, то остановить его уже невозможно. И если такая ситуация возникает, то дальше. Ну, вот выбор состоялся во многом благодаря тем занятиям наукой, которые у меня были во время студенческих лет. Ну, плюс какое-то впечатление оказала литература, чтение научной фантастики, книг научно-популярных по нейробиологии, в частности, книжка Хосе Дельгада «Мозг и сознание». Она начинается с таких интересных примеров, когда ученый в белом халате выходит на сцену кориды. В руках у него находится маленький блочок, который называется стимосивер. Вот в это время на сцену выбегает разъяренный бык, начинает бегать бешено по округу этой сцены. И в какой-то момент начинает подбегать на этого человека в белом халате. Ничтоже сумняшися, этот исследователь берет, нажимает на кнопочку. И этот бык останавливается, как вкопанный, и начинает мирно пастись рядышком. Потому что в его мозг был вживлен электрод, который позволял стимулировать зоны, которые успокаивали этого разъяренного быка и даже вызывали некое удовольствие от этого. И вот эта маленькая иллюстрация, на самом деле, она была в значительном маленьком эпизоде. Взмах крыльев бабочки. Но он во многом определил дальнейший путь в науку, в частности, в нейрофизиологию. Да, я понимаю, потому что нам на занятиях в Казанском федеральном университете рассказывали про эту историю с Дальгаду. И это, конечно, стимулирует заниматься наукой и выполнять такие невероятные вещи. Какими проектами сейчас занимается ваша лаборатория, которая была построена на этот мегагрант? Значит, в лаборатории основное направление – это нейрофизиология. И, если быть более точным, электрофизиология. То есть мы используем методики регистрации электрических потенциалов от головного мозга для того, чтобы понять, каким образом функционируют нейрональные сети при выполнении определенных функций. Одна из таких особенностей нашей лаборатории – это исследование антогенеза, то есть развитие нервной системы. Мы пытаемся понять, каким образом работа нервной системы на самых ранних этапах развития обеспечивает формирование тех сложных нейрональных ансамблей, которые лежат в основе работы нашего уже взрослого мозга. И параллельно с этим у нас ведутся работы по патологиям нервной системы, в частности, по патофизиологии ишемического поражения головного мозга, эпилепсии, травмы. И мы пытаемся разработать методы ранней диагностики этих заболеваний, ну и в каких-то случаях попытаться предсказать и найти способы рационального лечения этих заболеваний. Про возрастное развитие, я думаю, мы еще вернемся к этой теме. Давайте сейчас поговорим про ишемический проект. И, например, у вас недавно вышла публикация в журнале, в очень серьезном журнале Nature Communication, где вы совместно с немецкими врачами показали сходные результаты у крыс при ишемическом поражении и вот у пациентов в этой немецкой клинике Шерите. Можешь чуть подробнее рассказать о том, как ваши эксперименты на животных экспериментальных, как они сопоставляются с результатами у человека. Ну да, это вот очень важный момент вы затронули, что наша лаборатория в основном работает на экспериментальных животных, когда-то крысы и мыши. Ну, понятно, что эти объекты позволяют использовать вот те технологии, которые недоступны на людях. Но те закономерности, которые мы обнаруживаем в исследованиях на животных, дальше мы пытаемся транслировать на человека. И в данном случае вот это нам удалось. Вот. Я могу немножко подробнее рассказать об этом исследовании. Уже много лет мы работаем над таким феноменом, который является, на мой взгляд, одним из наиболее ярких феноменов в нейробиологии и в нейрофизиологии это феномен, распространяющийся в деполяризации. Звучит немножко сложно, но суть его сводится к тому, что в определенные печальные моменты жизни может сложиться такая ситуация, что нейроны теряют свой мембранный потенциал. Значит, вот надо сказать, что жизненная функция нейронов обеспечивается тем, что у них есть мембранный потенциал. То есть они представляют своего рода электрическую батарейку, которая внутри имеет потенциал примерно минус 100 милливольт. То есть это очень маленький потенциал, но он жизненно необходим для того, чтобы нейроны жили и функционировали. Если этот потенциал теряется, то нейроны теряют свою способность к любому типу активности. И такого рода процесс происходит нечасто. Он происходит, кстати, и у здорового человека иногда. И происходит он не на уровне одного нейрона, а на уровне целой популяции нейронов, большого количества нейронов. И он может захватывать большие области мозга. И вот эти волны массовой деполяризации нейронов, когда все нейроны, которые находятся в этом участке мозга, теряют свой мембранный потенциал, они называются волны распространяющейся деполяризации. Значит, этот феномен возникает при таких заболеваниях, как, например, ишемический инсульт, во-первых. Ну, как бы однозначно это возникает при этих условиях. И, кстати говоря, это является одним из наиболее ранних проявлений ишемического инсульта. Этим обусловлен интерес к этому явлению со стороны врачей и исследователей, потому что это позволяет определить начало ишемического поражения с большой долей достоверности. Но также это явление встречается при эпилепсии очень часто. Встречается при травме мозга практически всегда. И, собственно, наша работа была посвящена исследованию этого феномена и определению того, каким образом эти волны деполяризации влияют на активность внутри коры, как их можно детектировать, охарактеризовать. Выяснилось, что эти волны очень разнообразны по своему способу распространения по коре головного мозга. Причем, если раньше исследователи занимались исследованием вопроса распространения этих волн по горизонтальной поверхности коры, вдоль коры головного мозга, особенно не затрагивая вопрос вертикальной организации, то есть проведения этой волны деполяризации по глубине коры с поверхности в ее глубину, то вот в нашем исследовании мы на этот вопрос заострили внимание и выяснилось, что эти волны очень сильно различаются по степени проникновения внутрь коры головного мозга. Часть из этих деполяризаций оказалась затрагивать только очень небольшие участки, как правило, это поверхность коры без прохождения в глубину. И это влияет очень сильным образом на электрические сигналы, которые кора генерирует в нормальных условиях. И можно просто иногда с помощью традиционных методик регистрации проглядеть этот феномен в определенных условиях. Если мы говорим именно про ишемическое поражение мозга, как правило, ситуация такова, что пациент поступает с уже развившимся ишемическим инсультом. То есть, как правило, это происходит с задержкой в минуты, в десятки минут, даже нескольких часов после того, как началась ишемическая атака, пациент поступает в больницу. И в данном случае вопрос о ранней диагностике ишемии уже не стоит. Но существуют ситуации, когда это ишемическое поражение может возникнуть. Например, при таких ситуациях, как травма головного мозга. Довольно актуальная ситуация, когда поступает пациент с серьезной травмой. И, как правило, эта травма сопровождается субарахноидальными кровотечениями. Фактически это что-то вроде синяка, который образовался на поверхности мозга, в области кровеносных сосудов головного мозга. Субарахноидальные кровотечения без каких-то серьезных последствий для кровоснабжения нежележащих участков коры. Это как бы наиболее стандартная ситуация. И, в принципе, вот эта ситуация, если иногда это требует трепанации черепа для того, чтобы снять давление, убирание этой гематомы. И вот такого рода травма, она может пройти сравнительно без последствий, без очень серьезных последствий неврологических. Но примерно в половине процентов случаев возникает такая ситуация, что пациент находится в больнице, лежит с субарахноидальным кровотечением, и у него развивается задержанное ишемическое поражение. И это может произойти через сутки, через двое после получения этой травмы. И вот здесь очень важно этот момент очень вовремя зацепить. И вот, собственно, здесь на помощь могут прийти наши наблюдения. И вот, в частности, в той клинике, с которой мы сотрудничаем, это доктор Дженс Дрейер в Берлине, у него налажена методика регистрации потенциалов с поверхности коры пациентов, которые получили либо травму, либо имеют разрыв аневризмы сосуда. И он очень убедительно доказывает, что наличие вот этих волн дополяризации является очень мощным и ярким предвестником того, что началось ишемическое поражение. И это, соответственно, является таким будильником для врачей, для того, чтобы нужно начать немедленно лечить, интенсивно лечить это заболевание, чтобы предотвратить ишемическое поражение мозга. А мы научились лечить это заболевание, скажем так, избавляться от этих волн распространяющихся поляризации? Значит, вот это хороший вопрос. И на самом деле, вот здесь возникает вопрос такой, являются ли волны следствием ишемического поражения? Или причиной? Или причиной. В общем-то, и на самом деле вопрос непростой, над этим работают ученые. Но очевидно то, что волны дополяризации, они занимают очень много энергии у нервной ткани. И вот если представить себе мозг, который в норме кровоснабжается за счет кровеносных сосудов, которые приносят в этот мозг глюкозу, во-первых, и во-вторых, кислород. Собственно, вот на этих двух метаболитах держится работа нейронов и их энергия. Если удалить поступление этих метаболитов, то наступает ишемия, что происходит во время либо тромбоза кровеносных сосудов, либо разрыва, либо вазоспазма. То есть сокращение сосудов. И в данной ситуации, когда участок мозга уже сам по себе обеднен в кровоснабжении и поступлении метаболитов, дополнительные волны дополяризации, которые пожирают энергию, энергетические ресурсы, которые внутри клеток находятся, это, безусловно, очень сильно отягчает течение инсульта. Во-вторых, как показано в ряде исследований, эти волны, которые возникают в ишемических участках мозга, они вызывают дополнительно еще и вазоспазм, то есть сокращение сосудов кровеносных. То есть они отягощают. То есть, в принципе, если предотвратить распространяющую деполяризацию, это однозначно улучшит течение. И вот исследования, которые параллельно проводятся в ряде лабораторий, показывают, что уменьшив, скажем так, тяжесть распространяющей деполяризации или задержав их возникновение с помощью, например, блокаторов, НМДА-рецепторов, это позволяет серьезно улучшить исход из ишемии. Но пока это большей частью исследований на животных, но я надеюсь, что нам удастся и на человека это в какой-то момент применить. Вы говорили про немецкого врача, который использовал электроды, он препроводил трепанацию черепа пациентов, накладывал электроды на поверхность мозга и регистрировал активность, и тем самым мог исследовать и, наверное, что более важно, отслеживать состояние ткани, развитие ишемии у пациента. И вот у меня вопрос, такая методика, она пока что только остается в стенах этой больницы, или же она уже распространяется по миру, и если она, например, в России. Она распространяется по миру, и я очень надеюсь, что нам удастся убедить, в частности, наших коллег в Казани, в том, что надо внедрять вот такого рода технологии тоже в Казань, которые пока такого рода исследования в Казани не проводятся. Что бы я еще хотел сказать про... Помимо вот этих волн распространяющейся поляризации, мы исследуем нейропротекторы головного мозга при ишемии, и в частности у нас была разработана модель ишемии, и мы ее развивали для того, чтобы сделать скрининг возможных факторов, которые могли бы ослабить ишемическое поражение. И было найдено несколько фармакологических молекул, которые представляют в себя интерес, безусловно. Но, на удивление, одним из наиболее эффективных оказалось такое воздействие, как гипотермия. То есть снижение температуры на поверхности коры до 30 градусов приводило к тому, что у нас, по крайней мере, в нашей модели ишемический очаг практически не развивался. И идея довольно простая, потому что снижение температуры очевидным образом замедляет течение биохимических реакций, соответственно, снижает потребность ткани мозга в кислороде и в глюкозе. И довольно на поверхности этой идеи лежит. И, скажем так, инвитро, это было очень хорошо показано ранее. И вот в наших исследованиях эта идея того, что локальная гипотермия, локальная имеется в виду снижение температуры непосредственно в зоне ишемического поражения, она может быть довольно эффективным способом для того, чтобы уменьшить ишемическое поражение. И вот мы сейчас думаем, знаете, о чём? О том, что, может быть, использовать этот метод для того, чтобы продлить длительность золотого часа. У врачей есть такое понятие. Правило золотого часа – это время между началом ишемического поражения и время, когда пациент поступает в клинику и начинается интенсивное лечение. Если оказаться внутри этого часа... Почему это называется золотым часом? Потому что считается, что в течение одного часа нейроны могут ещё пережить гипоксию. И если, например, тромб, который заблокировал артерию, его убрать, а это делается довольно эффективно на сегодня с помощью... Под контролем КТ заводятся зонды, либо с помощью фибринолиза, либо с помощью механического удаления эти тромбы вытаскиваются. Это такая идеальная ситуация, когда это можно сделать. Как правило, всё-таки пациент поступает больше задержек, чем один час. И вот в моём понимании то, что мы вообще планируем сделать, как продолжение этого проекта, это попытаться проверить, насколько такая локальная гипотермия в условиях более близких к клиническим, скажем, когда у пациента возник симптомы инсульта. То есть, как правило, это происходит в бассейне каротидной артерии средней, и затрагиваются сенсорно-моторные зоны. И это довольно общеизвестно, что возникают такие симптомы, как, ну, во-первых, может быть, потеря речи или запутанность речи, запутанность сознания, гемипараличи, то есть ослабление движений. Например, если ишемический инсульт слева произошёл и затронута сенсорно-моторная кора с левой стороны, то это будет сопровождаться ослаблением движений правых конечностей. И чувствительность будет нарушена с другой стороны. Соответственно, гипотермия с помощью каких-то вещей, которые находятся в морозильнике, холодильника нашего, и если это рано продиагностировано, вызваны врачи, и дальше с помощью какой-то грелки со льдом или ещё каких-то вещей можно было бы охладить поверхность головы с контролатеральной стороны, возможно, это привело бы... Я сейчас не призываю наших зрителей к тому, чтобы таким образом лечить, ни в коем случае. Это должно пройти проверку, безусловно, вначале на животных, потом на пациентах. Но мне кажется, что это один из тех потенциальных способов для того, чтобы облегчить облегчить последствия ишемического поражения. Вот вы говорили про волны распространяющейся деполяризации или волны распространяющейся депрессии. А есть ли какое-то проявление физическое на поведении, на чувствительности, например, которое поможет врачам диагностировать наличие этих волн при различных патологиях, ишемии мозга или при эпилепсии и так далее, без препанации черепа, наложения электродов? Понятно. Вот что-то такое. Это прекрасный вопрос. Значит, наиболее ярким проявлением волны распространяющейся депрессии это состояние ауры, которое испытывают пациенты, у которых есть мигрень с аурой. То есть, вот мигрень, то есть, головная боль, гемикрония по-другому. Значит, вот мы воспринимаем... Кстати, есть люди, вот я, кстати, отношусь к таковым, кто испытывал распространяющую деполяризацию без каких-то последствий. То есть, она бывает и проходит. Ощущается это следующим образом. Если это возникает в зрительной коре, то это возникает в виде мерцаний, таких, мы называем это галлюцинацией, позитивные симптомы галлюцинаторные. Это небольшие мерцания, изломы линий, зигзаги, которые появляются в зрительном поле, причем в обеих глазах. Независимо от того, мы можем даже закрыть глаза, все равно мы их видим. И дальше эти волны такие, либо зигзаги изломанные, они перемещаются в поле зрения, и вслед за ними может развиваться то, что называется скотомой, то есть, снижение зрения или даже полная потеря зрения в определенном участке, за которым прошел вот этот фронт такого искусственного возбуждения. Вот это то, что называется аурой при мигрении в том случае, если она возникает в зрительной коре. Если она возникает, например, в сама сенсорной коре, то она будет сопровождаться тем, что человек будет испытывать некие покалывания, пощипывания, и это длится несколько десятков секунд, минут, и вслед за этим наступает онемение. Примерно через 15 минут, через 30 минут после того, как прошел этот эпизод распространяющейся поляризации, может возникнуть мигрень. У вашего покорного слуги такого последствий не было, но если кто-то из тех, кто нас слушает, испытывал такого рода явления, это за большой долей вероятности те самые волны, распространяющиеся до поляризации. У мигреников это просто является очень значительным предвестником того, что через минут 15, через полчаса начнется атака уже мигренозная, то есть сильная головная боль. И это является триггером для того, чтобы человек скушал таблетку против мигрени. И это может предотвратить мигрень. К сожалению, ну и как бы вот мнения ученых немножко разделяются на сегодняшний день в случае мигрени. Есть ли те, кто считает, что волна распространяющейся депрессии является собственно причиной возникновения мигрени? Не эпифеноменом каким-то, предвестником независимым, а именно причиной, патофизиологическим механизмом того, что возникнет боль. И есть свидетельства в пользу того, что действительно происходит увеличение чувствительности сенсорных нервов в менингиальных оболочках и так далее. Противники говорят, что окей, но есть же случаи мигрени, у которых нет ауры, вот этих вот волн, которые мы воспринимаем хорошо в зрительной коре. Но те, кто против, как бы все равно являются сторонниками вот этой первой гипотезы того, что распространяющаяся поляризация это причина мигрени, говорят, что окей, это может возникать не в сенсорных участках коры, а в каких-то иных участках коры, и тогда это не будет восприниматься нами как некая галлюцинация. Ну, в общем, ученые спорят, но я больше все-таки отношусь к категории тех, кто считает, что распространяющая диполяризация это все-таки причина мигрени. И вот у этих пациентов, у которых, если это так, то детекция волн распространяющей диполяризации, которая довольно легка в случае, если она возникает в зрительной коре или в самоценсорной, чисто основываясь на субъективных ощущениях, вот у этих пациентов, у которых источником является распространяющая диполяризация в тех участках мозга, которые не будут проявляться такими субъективными ощущениями, вот здесь потребуется уже регистрация электрических сигналов. Я вот вижу это в виде неких таких шапочек, электродов, которые можно было бы удобно носить и которые бы детектировали такого рода волны. Понятно. Это очень интересно и очень, я думаю, нашим зрителям будет очень полезно узнать про вот эти вот субъективные ощущения и то, как они вызывают, и к чему они могут привести, и о чем они, собственно говоря, говорят. Я хотел еще спросить у вас про вот эти регистрации от поверхности коры. Вы говорили, что очень надеетесь на то, что и в России появится эта технология. У меня вопрос, а могут ли сотрудники вашей лаборатории, которые не являются по образованию врачами, являться такими своего рода специалистами в этой области, являясь специалистами в этой области, быть консультантами у врачей, которые регистрируют потенциал у пациентов и помогать им в интерпретации данных и вот такая вот уже работа между биологами и врачами. Ну, вообще, это отличная идея. И вот я думаю, нам надо будет обсудить с руководством нашего института идею о том, чтобы на базе тех врачей функциональной диагностики, которых мы выпускаем, да, нашему ИФМБ, просто воспитывать клинических нейрофизиологов. То есть, по сути, речь идет именно об этом, да, Витя? О том, чтобы не обязательно врачи, но люди с образованием нейрофизиологическим работали бы в клинике в качестве клинических нейрофизиологов. Это хорошая идея. Надо стоит об этом подумать. Отлично. Ну, тогда давайте перейдем ко второму вашему проекту по возрастным изменениям. Я так понимаю, вы работаете на крысятах несколько дней от роду и изучаете то, как развивается их мозг. Что вы можете сказать, рассказать про этот проект и как эти данные можно перенести, например, на человека, на то, как его мозг развивается? Ну, вот эта тема, она... Мы занимаемся на протяжении нескольких десятилетий уже, да, и как бы основные вещи, которые здесь были обнаружены, это то, что были открыты совершенно уникальные формы активности в мозге у новорожденных крысят. И впоследствии нам удалось показать, что аналогичные формы активности существуют также и у человеческих детенышей, у новорожденных, недоношенных. На сроках примерно 30 недель гестации. То есть, это примерно вторая половина беременности у человека. Если говорить про плод человека, то недоношенные новорожденные, их мозг развивается примерно так же, как и внутриматочно после рождения. И вот те формы активности, которые мы наблюдаем у недоношенных новорожденных, они очень похожи на то, что происходит у плода судя по магнитно-энцефалографическим исследованиям у плодов человека и нутера. Эти формы активности, мы пытаемся охарактеризовать, понять то, как они генерируются. И получается удивительная вещь, что оказывается, что если наш мозг на самом деле находится в состоянии постоянной активности, спонтанной, мы ее называем активность, то есть грубо говоря, каждый нейрон в коре головного мозга выдает примерно один разряд в секунду. И вот представьте, как этот мозг работает. И это не зависит ни от каких входов сенсорных. Сейчас мы с вами общаемся в студию, получаем сенсорную информацию друг от друга, параллельно с этим происходит наше мышление, и мы накладываем одно друг на друга, готовим наши вопросы, пытаемся предсказать, а что нас спросят, и пытаемся найти ответ на этот вопрос. Но вот этот вход извне, он не обязательно для того, чтобы мозг работал, потому что вы прекрасно знаете, что вы можете спокойно сидеть у себя независимо, а не от каких внешних источников, и просто думать. И даже если вы думаете, что вы не думаете, все равно мозг думает в этот момент времени, и обеспечивается тем, что каждый нейрон в голове, он спонтанно активен, то есть он примерно один раз в секунду запускает свой импульс, потенциал действия мы его называем. И когда он запускает свой потенциал действия, он активирует те клетки, на которые он проецирует. А проецирует он примерно на 10 тысяч других клеток. В общем, получается довольно сложная конструкция. То есть мозг человека, это примерно 10 десятой степени нейронов. Количество связей между нейронами это 10-14 степени. То есть если мы сравним на таких понятных величинах, то это примерно количество людей, которые живут на Земле, вот это то количество нейронов, которое есть в голове у каждого человека. При этом каждый из этих людей в своем мобильном телефоне, он имеет связь с 10 тысячами других абонентов. вот сколько у вас голод вашей... Наверное, чуть поменьше, да? Не буду раскрывать свои телефоны. Да, да. Наверное, меньше 10 тысяч, да? Да. Ну, 10 тысяч, я даже сказал, меньше, на самом деле, побольше. 50 тысяч нейронов контактов. Причем, один импульс, это означает, что я делаю посылку сообщения всем своим контактам. И это происходит с частотой один раз в секунду. Представляете, как сложно работает вся эта машина в совокупности, да? И вот эта работа постоянная, которая не зависит даже от внешних сигналов, она постоянно происходит. Наш мозг, он постоянно о чем-то думает. Сознательно, бессознательно, даже во сне это происходит. Он постоянно работает. У детей ситуация очень сильно отличается. У детей, я имею в виду недоношенных детей, да, вот у плодов и внутра. Ситуация очень сильно отличается тем, что вот этой вот непрерывной активности нет. Мозг работает в виде вспышек активности, либо неких волн активности. И вот эти вспышки активности определяются входом сенсорной периферии. Например, в зрительной коре, которая обрабатывает зрительные образы, то, что приходит от глаз, активность организована у недоношенных новорожденных и у новорожденных крысят в виде таких сравнительно коротких волн, которые распространяются по зрительной коре. И эти волны запускаются и ведутся входами из сетчатки. В сетчатке активность возникает спонтанно. Например, вот крысят, когда они рождаются, они незрячие, так же, как и котята или собачки. Глазки еще не видят. Сетчатка незрячая, она не чувствует свет. Но при этом вот эта слепая сетчатка, она генерирует спонтанные волны активности. И эти волны проводятся в зрительную кору. И они, собственно, управляют активностью в зрительной коре. И благодаря этой активности формируются карты мозга, которые, мы их называем ретинотопические, то есть определенные участки зрительной коры настраиваются на определенные участки в сетчатке глаза. И вот получается вот такая карта, которая отражает то, что приходит из сетчатки. У взрослого дальше так это и продолжает работать, для исключения того, что на фоне спонтанной активности, которая на самом деле преобладает, эти входы, они лишь немножко модулируют спонтанную активность наших нейронов. Вот детей, вот эти волны активности, которые приходят от сетчатки, они имеют принципиальное значение, основным драйвером активности. То же самое происходит в самоценсорной коре, то есть это те участки коры, которые отвечают за чувство нашего тела и за контроль за мышцами. Там происходят те же самые процессы, немножко по-другому, но мы видим тоже такие же вспышки активности, но они запускаются физиологическими клониями, подергиваниями. Вот женщины, которые во время беременности, они говорят, о, вот там ребенок, что-то он легаться начал, брыкается, дергается. Вот это нормально, это физиологические миоклонии, которые возникают в результате спонтанных вспышек активности в спинном мозге. И вот нам на протяжении около 10 лет мы расшифровывали, как все это происходит, выяснилось, что вот эти волны из спинного мозга, дальше они запускают вот эти подергивания, и уже сенсорный фидбэк, то есть это как бы референтация, то есть результат активации тактильных или проприорецепторов, которые возбуждают во время сокращения мышц, они дальше проводятся опять же через спиной мозг, в таламус и запускают вспышки активности в соматсенсорной коре. Причем это происходит соматтопическим образом, то есть если происходит подергивание ручки, то в соматсенсорной коре, которая получает входа от этой ручки, возникнет эта вспышка активности. Если ножка дернулась, то в области ножки. То есть фактически у ребенка во время второй половины беременности происходит вот такая настройка мозга на его связь с телом, с органами сенсорики, со слухом, со зрением, с тем, чтобы ребенок родился уже настроенными системами сенсорных систем. Я правильно понимаю, что есть какой-то критический период в жизни, если не давать ребенку или крысе вот эти сенсорные информации, то есть если, например, не давать открывать глаз крысе, то у нее эта карта так не сформируется. Или если, например, состричь вибрисы, усики у крысят, если их удалить, то эта карта не появится, и даже когда усики отрастут, то она все равно не будет чувствовать. Это ключевой вопрос. Это ключевой вопрос нейробиологии развития, понятия критических периодов развития. Это очень точно вы заметили. Вот такого рода критические периоды, они существуют, причем для разных систем они имеют разные временные интервалы. и скажем так, чем ниже уровень организации системы, тем раньше это происходит во время развития. Если начать среди самых поздних и применительно к человеку, самым поздним критическим периодом, как мне кажется, является критический период в изучении иностранных языков. Он находится примерно в диапазоне от 5 до 15 лет. То есть если ты не начал учить в это время иностранный язык, то ты его в полной степени не освоишь. Если говорить про родной язык, то это возраст примерно до 5 лет, от 2 до 5 лет, от года до 5. Здесь можно привести пример Маугли, который так и не научился говорить. У него в самой истории содержится одним из ключевых является то, что он попав к животным, научился общаться на языке животных, но человеческий язык он уже не смог освоить. Люди, которые не научились говорить на родном языке в это время, то они будут допускать ошибки различного рода грамматические, фонетические, то есть в полной мере не освоят язык. Я бы рассказал, что им придется затрачивать очень много усилий на то, чтобы говорить на языке, в то время как, если бы они выучили его в критический период, то это было бы, скажем, на фоне, то есть мозгу было бы куда проще, для него это было бы просто какой-то фоновой активностью. А если говорить про сенсорные системы, перейти на более базовые уровни, сами сенсорные системы, то здесь редкое заболевание, это рожденная катаракта. То есть ребенок рождается, у него бельмо на глазу, то, что называется в народе. То есть катаракта, просто глаз не проводит свет. Просто-напросто, да? Замутнение хрусталика и глаз не проводит. Сейчас это легко лечится, То есть просто вы идете в клинику и там за полчаса вам этот хрусталик меняют на протез. Вот. И зрение восстанавливается. А вот если есть катаракта врожденная еще до того, как ребенок начал видеть мир, то есть он жил инутро, ему это особенно не мешало, потому что там особенно смотрите ненужно. Но он родился, он начинает воспринимать этот мир зрительно, а свет не проходит извне. И вот если сделать операцию, например, через три года после рождения, вот он родился с катарактой врожденной, через три года ему как бы у него катаракта неожиданно обнаружена, да? И заменили этот хрусталик на новый, этот глаз будет слепым. А если же эту операцию сделать в течение нескольких месяцев после рождения, заменить этот хрусталик на нормальный, глаз прекрасно будет развиваться, зрение будет развиваться. Вот это тот эксперимент, который нам собственно сама природа подарила, к сожалению для пациента, конечно, который не был вылечен. Ну вот, кстати, на таких примерах мы часто и учимся, и приходим к каким-то открытиям. Вы говорили про недоношенных детей, и про то, как у них происходят нейронные процессы. Есть ли какие-то, ведутся ли исследования на тему того, как можно помочь, как можно помочь таким недоношенным детям спрогрессировать и довести их созревание, их нервной системы до вот уровня уже доношенного ребенка? То есть, как бы вот этот вот гэп, его пройти быстрыми шагами идутся или исследований на тему? Да, ну вот проблема недоношенности это неизбежное последствие той ситуации, в которой мы сегодня живем, а именно в том, как бы одна из основных причин заключается в том, что количество недоношенных детей растет, вообще говоря, это во многом связано с тем, что увеличивается возраст рожениц. К сожалению, тот оптимальный возраст, в котором природа предполагает, что женщины будут рожать детей, он в силу социальных причин сдвигается все дальше и дальше. И сейчас уже нередко, когда первый ребенок появляется в 40 лет, например. Вот, и чем больше возраст роженица, тем больше риск того, что будут преждевременные роды возникнут, и, соответственно, родится недоношенный ребенок. с одной стороны. С другой стороны, это как бы вызывает, создает большую проблему для здравоохранения и требует исследования, во-первых, того, каким образом этот мозг недоношенного ребенка будет развиваться и какие условия необходимо создать наиболее оптимальные для того, чтобы его развитие было схоже с тем, как это происходило бы в нормальных физиологических условиях инутра. А инутра что происходит? Инутра ребенок находится как в коконе, то есть он полностью защищен от внешних стимулов, до него зрительные стимулы не проходят. И, как я сказал, зрительная кора работает чисто за счет спонтанных волн активности в сетчатке. И у него нет, скажем, если ребенок родился, у него еще не сформировались ретинотопические карты в мозге, на животных это было очень четко показано, что если мы вмешиваемся внешними стимулами зрительными в развитие зрительной системы, то нарушаются эти зрительные карты. Это было сделано с помощью оптогенетической стимуляции тех нейронов, сетчатки, которые не реагируют на свет, но их можно активировать с помощью оптогенетических методов. И вот если это сделать, то мы видим, что это вызывает нарушение в зрительной каре. У человека, у недоношенного ребенка происходит такая коллизия между физиологическим процессом формирования зрительных карм на базе спонтанной активности сетчатки с внешними стимулами, которые в норме глаз не должен испытывать. И проблема там, одна из проблем состоит в том, что как бы одна из функций этих карц заключается в том, чтобы близлежащие участки в коре главного мозга получали, которые получают входы от одного объектов пространства, то есть у нас же бинокулярное зрение и объекты мы видим двумя глазами. Один тот, вот я вот вас Булат вижу обоими глазами. Я вас тоже. Вот. И входа от двух глаз, они в определенном месте зрительной коры сходятся и сравниваются друг с другом. За счет этого сравнения достигается то, что мы определяем как фокус, как глубина зрения. Вот. И спонтанные волны активности в сетчатке, они асинхронны, то есть возникают независимо друг от друга. И таким образом обеспечивается то, что определенные нейроны в коре настраиваются на один глаз, а близлежащий сосед настраивается на другой глаз. Вот. если мы получаем зрительную информацию, то мы активируем одновременно эти оба входа. И вот наступает эта коллизия. И конкурентность между входами за свои нейроны, за которые происходят сражения путем пластичности синаптической, вот оно начинает здесь проигрывать. формируются аберрантные карты, нарушенные карты. Соответственно, ребенка, теоретически недоношенного ребенка, нужно растить в условиях темноты, то есть надо избегать того, чтобы было много света. И в общем-то современные методики, которые интуитивно воспроизводят эту идею о том, что ребенка после того, как он родился недоношенным, нужно задержать в условиях максимально приближенных к условиям инутера, а именно чтобы не было экспозиции к свету, не было зрительных внешних стимулов, чтобы он был в тишине относительной. Надо сказать, что звук проходит к ребенку, и ребенок на самом деле очень хорошо реагирует на звуковые сигналы, в отличие от света. Он может, например, распознавать голос матери, то есть он может отличить звук холодильника включающегося, от голоса человека. Это, кстати, на уровне электрической активности мозга хорошо видно у недоношенных. Соответственно, все равно уровень внешнего шума должен быть ограничен внутри вот этой палаты, в которой недоношенные дети ведутся. Температурные естественные условия. Ну и там еще масса факторов, которые нужно соблюсти. Но идея в том, что нам все-таки надо работать именно в плане того, чтобы оптимизировать и обеспечить наиболее нормальное развитие нервной системы ребенка, который родился недоношенным. И в большинстве случаев это удается. Спасибо. Рустам Ильич, было очень интересно. С нами был доктор медицинских наук, старший научник-сотрудник Казанского федерального университета и Академии наук Франции. Рустам Нариманович, спасибо большое вам. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова